Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Светлана. У меня в жизни очень много разных увлечений, которыми я хотела бы с вами поделиться. Одно из моих увлечений – это, конечно же, бетон, из которого я люблю всё делать, новые какие-то вещи создавать, что-то выдумывать, сидеть, что-то там перебирать, что-то получается, радоваться своим успехам или же неудачам всё, наоборот, переделывать, даже в каких-то случаях и разбивать. А другое моё увлечение – это сад. У нас небольшой участок. Когда-то много лет назад мы купили этот участок. Он был совершенно-совершенно другой. Не так он выглядел. Он был совершенно голый, на нём ничего не было. И вот однажды со мной произошла такая метаморфоза. Про это я хочу сейчас быстренько рассказать. Этот рассказ можно даже назвать «Как от любви до ненависти сделать шаг». В моём случае немножко наоборот. Раньше, когда я была молодой девушкой, приходя к маме на участок, я смотрела, как она работает. И всё время она меня… Ну что же ты там поработай, а что-нибудь поделай. Неужели тебе не нравятся цветы? Неужели тебе не нравится ухаживать за овощами, за огородом? На что она всегда получала ответ. Нет, мне не нравятся. Мне не нравятся цветы, мне не нравится ухаживать за огородом. И вряд ли я когда-нибудь всё это полюблю. Даже бывали такие случаи, когда я приходила, она мне говорила, «Не хочешь помогать? Иди, ну только не вреди, не мешай». И таким способом она меня удаляла. Прошло достаточно большое количество времени, когда у меня произошёл в жизни вот такой вот шаг, о котором я хочу вам рассказать. Мой муж, наоборот, в отличие от меня, очень увлекающийся человек. Ему, несмотря на то, что он мужчина, всегда нравилось ухаживать за растениями, за огородом. Его все эти занятия как-то поглощали. Он этим занимался с душой. Ему всегда всё это очень и очень нравилось. И вот был в моей жизни такой случай, что очередной его захотел он приобрести какое-то растение. Мы приехали, это было в другом городе. Мы приехали к продавщице, которая продавала растения, но этого растения у неё не оказалось. И она нас послала в свой дом, который находился не очень далеко. И мы туда поехали. И вот когда мы туда приехали, нас встретил её муж, то есть хозяин. Дом этот показался мне необыкновенным. Я никогда до того времени не была ни в каких таких чужих угодьях. Никогда не смотрела на чужие сады, не смотрела, как люди живут за высокими заборами, не знала, что там происходит. А тут мне удалось приоткрыть завесу этой тайны. И вот когда мы туда приехали, дом такой там был, как мне помнится, значит, столбы такие были сделаны из белого камня. Дом такой был тёмный. Может быть, он был обработан как-то по-особому, но он был такой весь романтик. Это просто было что-то. На участке, когда мы туда зашли, меня поразило, ну вот всё, всё до мельчайших подробностей. Это, во-первых, там всё было так, всё умно было организовано. Всё такое было красивое. Там росли сосны, под соснами там были хосты. Никакого перебора растений не было. Было всё так красиво, так, ну не хотелось уходить. Мне показали розарий. Хозяин такой человек очень такой и вдумчивый, и наблюдательный, и практичный. И, значит, он сделал на своём участке, он выкопал пруд. Этот пруд был прямоугольной формы со скруглёнными углами. А посередине этого пруда был остров. Но такое всё было чудесное. Края этого пруда были сделаны из белого камня. У меня настолько всё это впечатлило. Этот розарий, эти альпийские горки, какие у них так были сделаны, я никогда раньше не слышала ни о каких альпийских горках, ни о каких розариях. Никогда не была на таком вот впечатлении, которое я там получила. Они сделали мне такой пинок от нелюбви, от ненависти к огороду и к участку. И вообще вот ко всей этой деятельности. Что так загорелась, так полюбила, так всё это мне стало нравиться. И вот такой короткий рассказ, который я называю. Да, от любви до ненависти один шаг – это правда. И сделать этот шаг можно очень-очень быстро. Достаточно мне было посмотреть на какой-то участок, на котором захотелось просто остаться жить. Вот так. И когда мы уже приехали сюда, в город, на наш маленький голый участок, на котором вот место газона, вот сейчас на месте этого газона, участок был совершенно голый, на месте этого газона было три грядки с огурцами. Как только огурцы начинали плодоносить, мы их начинали возить на помойку, потому что соленья мы не очень любим. Вот такой рассказ. На этом я хочу закончить своё видео. И в следующем видео хочу рассказать о том, как сделать альпийскую горку по-русски. Вот на нашем участке три горки. И я хочу вам рассказать про эти горки. Может быть, кто-то из вас вдохновится моими изысканиями, тоже захочет себе что-то подобное изобразить. Всего вам доброго. До свидания.